Девочка-пай Уважаемая Мария Павловна, вот и наступил твой самый желанный день твоей жизни, самый радостный, несмотря на наши годы, день рождения. Я от всей души и сердца поздравляю тебя с этим замечательным днём. Желаю в дальнейшем тебе здоровья, долгих лет жизни, на радость всем нам, внукам. Весёлого, хорошего настроения в связи с переездом на новое место жительства. Да, кто бы мечтал, да, живя в Кентау. Под самой верблюдкой даже и не мечтали, что кто-то может переехать, переселиться в Европу, в центр Европы. А кому придётся переехать в Москву? Какая-то даже фантастическая идея даже не была у нас, да, в мыслях. Такое предвидеть, пожелать. Мне особо хочется тебя благодарить за то, что ты сейчас выручаешь Анечку столиком, воспитываешь, помогаешь воспитывать наших внуков. Это почётная такая обязанность, да, или как там можно назвать. Это, конечно, и трудновато тебе, да, и радостно с другой стороны. Ну, у меня, значит, жизнь продолжается тоже. По всей стране здесь и в Европе также опять, значит, и карантин. Хорошо, что я вот так вот совпало, да, что работал в такой фирме. Подошла пенсия, и вот случилось, что я теперь даже не думаю о работе как-то. А если бы вот не работал там, да, вот, и не был в хороших отношениях с шефом, с его семьёй, детьми его, да. Они уважают меня, потому что я начинал работать у него третьим человеком. Всего было три человека. Он ещё один. Товарищ был из Югославии, из Косово. На два года старше меня ушёл на пенсию пораньше. Ну, так же, как я подрабатывал и упал с миксера, поднимался там на бочку, полоскал водой. И по какой причине, никто не знает, упал. А высота приличная где-то, три с половиной метра. И прям на спину, головой, затылком, и два дня вроде бы, или три дня, в коме побыл и умер бедный. Вот. И я тоже вроде бы говорил, что только придёт пенсия, уйду и больше никогда не приду. Что так, столько лет прожить, дождаться пенсии. И может произойти тоже несчастный случай по старости, там или как. И придётся погибнуть. Ну, в общем, так думал. Ну, когда пришла пенсия, шеф попросил, Виктор, я прошу тебя, по возможности, когда я тебе, попрошу, ты не отказывай, приди, помоги, поработать в месяц, там, неделю, может, день, может, два, как получится. Ну, я, конечно, сказал, никаких проблем, да, я согласен. Пока, значит, руки ещё держат штурвал этого реактивного миксера. я всегда приду к тебе напомню, да. Ну, и что делаю? Сейчас, правда, работы нет, шеф сказал. Ну, в ноябре два дня только отработал. Он мне доплатил 200 евро в день по 100 плоти платит. Ну, в январе будет много, потому что наши все водители, они иностранцы, и на Новый год разъедутся по своим странам, Европам, там, в Венгрии, сейчас наших много работает, из Венгрии, потом из Болгарии. Некоторые, вот, болгарцы, они некоторые хорошо говорят по-русски, например. Мы общались. Интересно так. Ну, вот, с кем только не приходилось. И с поляками, и с греками, да, и греческие есть строительные фирмы, маленькие такие, частные дома они возводят. Поляки были раньше, сейчас, это поляков нет, не встречались. Со многими подружился, а что, по год, по два, каждый день едешь к ним, везешь бетон, хочешь, не хочешь, а общаться надо, и здороваться, в первую очередь, ну, и узнавать, откуда приехали. Они, значит, интересуются, я откуда приехал, вот. И так, дружба завязывается, потом они оканчивают свою работу, уезжают на другой объект, а дома, здания такие, большие, объекты, продолжают обустраивать другие фирмы, там уже более они местные, и работают они уже за закрытыми дверями, потому что дорогостоящие оборудование устанавливают, все это закрывается, ну, иногда вызывают нас там привезти кубометр, два, бетон, куда-нибудь там во дворе что-то залить, залить, выровнять, и в основном переходим на другой объект, другие населенные пункты, ну, в радиусе там 50 километров, их очень много, Германия густонаселенная страна, это города, например, меняются, ездишь, едешь, по своему городу, потом раз, железный щит написан, город закончился, знак, и тут же стоит рядом следующий, что начинается другой город, из одного в другой переезжаешь, одна и та же улица идет, идет, без перерыва, ну, и вот, дня три назад или четыре у нас выбыл первого числа, в ночь, на первый, как раз, первый день зимы, выполнил, небольшой снежок, через два дня, конечно, он растаял, сейчас его нету, завтра, послезавтра будет дождичек небольшой моросить, по сводкам, ну, я сейчас в звании капитана дальнего плавания нахожусь на Мальдийских островах, видите, за моей спиной море, какое красивое, небо, пальмы, песочек золотой, одна прелесть только, ну, еще раз поздравляю вас, Мария Павловна, благодарю вас, и до новых встреч на экранах телевизоров, мобильников, ну, конечно, если телевизор и мобильник может передавать там изображение с одного на другое, можете посмотреть на большом экране, будет намного интереснее, в общем, будьте все счастливы, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok